Здравствуйте, ребята! Урок информационно-коммуникационных технологий. Тема – видеозапись, практическая работа. Сегодня вы будете создавать видеоролик на тему «Мой любимый мультфильм». Подумайте для начала, какой ваш любимый мультфильм. Давайте мы откроем с вами нашу программу «Видеопад» и приступим к работе. Для начала, ребята, давайте проверим, зарегистрирована ли у вас эта программа. Убираем меню, нажимаем «Регистр видеопад» и вбиваем данные значения. Будьте внимательны, можете поставить видео на паузу и записать к себе. Далее нажимаете «Зарегистрировать». «Продолжить». Нажимаем «Продолжить» и сделаем «Потом». Таким образом наша программа зарегистрировалась. Открываем наше изображение. Для начала вы должны скачать к себе картинки на тот мультфильм, который вы выбрали. В моем случае это «Король-Лев». Я заранее сохранила себе картину в папке «Король-Лев». Вы можете, ребята, скачать картинки с интернета. Как это сделать, сейчас объясню. На рабочем столе можете открыть любой браузер. Это может быть Google браузер или Яндекс браузер. Далее вбиваем «Мультфильм», например, «Король-Лев». Нажимаем «Энтер». Далее выбираем вкладку «Картинки». И перед нами открываются картинки именно по этой теме. Нажимаете на любую понравившуюся вам фотографию, которую вы хотите скачать. Нажимаете правой кнопкой мышкой «Сохранить изображение как». Чтобы, ребята, сохранить изображение, обратите внимание на тип файла. Внизу здесь должен быть указан именно JPEG Image файл. Если вы сохраните другой файл, то он может у вас просто не открыться в нашей программе. Поэтому будьте внимательны. Выбираем нашу папку, заранее созданную «Король-Лев». И нажимаем «Сохранить». Он у нас есть, поэтому мы не сохраняем его. Давайте попробуем выбрать, например, другую картинку. Правой кнопкой мышкой «Сохранить изображение как». И смотрим тип файла Image JPEG. Открываем папку и сохраняем. Таким образом у нас сохраняется. Теперь давайте загрузим его в наш проект. Нажимаем «Открыть» и выбираем все файлы, касающиеся именно нашего мультфильма. Добавляем файлы и перетаскиваем все файлы на нашу видеодорожку. Вы можете выделить полностью, или же вы можете специально по сюжету вашего мультфильма распределить ваши картинки. Далее увеличиваем длительность нашей картины. Дергаем за конец, нажимаем и перетаскиваем. Увеличиваем. Ну, это приблизительно так. Вы можете переставить ваши картинки так, как вам удобно. Для этого мы просто перетаскиваем нужную нам картинку и вставляем. Соответственно, у нас будет двигаться. В вкладке «Главное» выбираем «Добавить текст». Выбираем любую анимацию. Я выбираю «Волна». И вписываю название мультфильма. «Король, лев». Также можно выбрать по усмотрению ваш любимый шрифт. Так, ну, я уберу приблизительно. Так, «Кониксанс». Выбираем цвет. В данном случае я хочу выбрать шелтый цвет. Поставить палитру и «Ок». Чуть-чуть увеличу. Так, и теперь смотрим, что у нас получилось. Так, давайте еще раз мы сделаем на начало. Вот у нас появилось название. Хорошо, оставляем. Теперь давайте посмотрим мы на переходы между картинками. Потому что у нас картинки резко переключаются. Для этого нажимаем на видеопереход. Вот, видите, у нас есть, как бы, похоже на букву «Х». Нажимаем и выбираем те видеопереходы, которые вам нравятся. Так, делаем это на все картинки. Так. Оберем еще сердце, детали. не забывайте управлять колесики мышки чтобы увеличить и уменьшать нашу видеодорожку после того как вы зарегистрируете нашу программу у вас открыты все доступы приблизительно делаю также вы можете добавить анимацию на картинку как мы делали прошлым уроком то есть менять расположение нашей картинки добавить некоторые скажем так эффекты на него теперь давайте посмотрим что у нас получилось на данном моменте мы можем наблюдать что у нас длительность нашего видеоролика составляет 1 минута и приблизительно 21 секунда ставим на начало и смотрим на наши видеопереходы у нас как бы получилось своего рода слайд-шоу так у меня немножко зависает у вас так не будет отлично теперь вы можете добавить на свое усмотрение какой-нибудь эффект можете выбрать например капли дождя вот чтобы теперь у нас было все это под музыку красочно звучало давайте мы с вами добавим саундтрек из мультфильма именно король лев для этого вы должны скачать эту музыку с интернета так закрываем наши картинки и вписываем скачать музыку из мультфильма король лев выбираем первую ссылку соответственно ой извиняюсь из мультфильма открываем первую нашу ссылку и смотрим какая музыка нам необходима соответственно вы выбираете именно саундтрек из вашего любимого мультфильма так ну я выбрала саундтрек из фильма король лев акуна матата нажимая на скачать у нас открывается окно где я должна сохранить свой файл соответственно у меня есть папка именно король лев сохраняем туда нажимаем и у нас автоматически наша музыка сохранится и и далее давайте мы его откроем нашей программе так нажимаем открыть и выбираем саундтрек добавляем перетаскиваем вниз на аудио дорожку перетаскиваем как вы видите наша музыка оказалась больше нашего видеоролика для этого мы должны удалить для начала прослушать всю полностью вашу музыку и где вам надо именно какую часть музыки вы хотите вставить ваш видеоролик соответственно вы должны вырезать и поставить приблизительно я вырезала на глаз так но вы можете прослушать и у нас получается уже видеоролик под музыку давайте мы его сохраним нажимаем экспортировать видео файл видео и пишем король лев выбираем нашу папку где мы хотим сохранить напишем и сохранить создать таким образом ребята мы сегодня с вами сделали практическую работу на тему «Мой любимый Монсфильм» Акуна Матата What a wonderful phrase Акуна Матата Ain't no peasant craze It means no worries For the rest of your days It's our problem-free Philosophy Акуна Матата Where Aha Why When he was a young warthog When I was a young warthog Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok